Итак, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-канал на Финам.ФМ. Сейчас 16.05, поэтому в эфире бизнес-класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы обсуждаем тему защиты авторских прав на программное обеспечение. Как пиратское ПО может подставить бизнес? Как? Ну, то, что может подставить, видимо, это очевидно. А вот как? Кроваво. Сейчас нам расскажет мой гость. Мой гость. Сегодня в студии Алексей Черный, менеджер программы BSA в России. Алексей, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, Олег. Уважаемые слушатели, вы можете присоединиться к нашей беседе. Как всегда, для этого у вас есть возможность позвонить. Телефон студии 65 10 99 6, код Москвы 495. Либо можете написать нам на сайте по адресу финам.фм. Значит, мы выслушаем, прочтем и наверняка ответим на все ваши вопросы. Ну что ж, Алексей, давайте начнем. Значит, надо, наверное, расшифровать прежде всего и аббревиатуру, и поподробнее рассказать, да, о чем идет речь, что это за программа такая BSA. Хорошо, хорошо. Ну, собственно, BSA — это ассоциация производителей программного обеспечения, организация международная, которая объединяет компании, производители аппаратного и программного обеспечения. То есть нашими членами являются такие, ну, известные компании, как Adobe, Autodesk, Microsoft, IBM, Intel. Так и известные в узких кругах производители инженерного по САПРовских решений. Вот. И мы работаем на более чем 80 рынках. Вот. Основной задачей нашей является защита авторских прав наших членов. Вот. Собственно, этим мы и занимаемся и в России. И, ну, как бы, само пиратство достаточно такое широкое понятие, да, есть там пиратство в канале распространения, есть пиратство в секторе домашних пользователей. Вот. И тут важно отметить, что мы концентрируем наши усилия именно на корпоративном секторе. То есть мы занимаемся пресечением и защитой авторских прав именно в контексте корпоративного пиратства, когда компания использует нелицензионные программы обеспечения. Ну, вот есть, можно уточнить тоже, да, Леша, а почему именно выбор на корпоративные, да? Ну, я думаю, тут, с одной стороны, это как бы это и концентрация усилий, да, потому что, ну, все области охватить достаточно сложно. Вот. Потом, в принципе, то есть есть организации, да, если говорить про программное обеспечение, работающие на российском рынке, которые более широко, ну, фокусируют свою силу. Они занимаются там и пиратством в канале, да, борьбой с пиратством в канале. Тут стоит отметить, что мы изначально видели, что мы будем фокусироваться на корпоративном секторе. Почему? Потому что это та область, где мы можем посчитать потери правообладателей, да, потому что можно сколько угодно говорить там про домашних пользователей, что если бы они там стали вдруг использовать лицензионное ПО, да, перешли, купили бы они там одну к одной копии, вот. А с корпоративным сектором там понятно, если в компании 100 инженеров, да, работают за компьютерами и ноутбуками, им нужно там 100 копий, вот. Ну и потом... То есть, я так понимаю, просто легче считать, да, корпоративный сектор легче считать? Безусловно, это и легче считать, но и тут еще тоже такая как бы мысль, что компании используют... Для компании программное обеспечение это как, ну, производственный актив, да, это как средство производства. То есть, если домашние пользователи, они используют там программное обеспечение, скорее, там, может быть, для развлечения, да, для обучения, а компании, они зарабатывают на этом деньги. Если компания зарабатывает деньги, нарушая авторские права, ну, как бы, это вот как раз наш случай. Ну, не поймите, мне неправильно, это не значит то, что домашним пользователем можно использовать лицензионный ПО. Зеленая дорога, зеленый свет, да? Нет, 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 ни в коем случае. Другое дело, что, ну, как бы, с домашними пользователями надо немного другими способами работать, нежели там с корпоративным сектором. То есть... А что за способы это? С помощью правоохранительных органов? С домашним пользователем, ну, с корпоративным сектором, да, это, как бы, там, большая часть работы, BSA, это, именно, как раз, работа в области правоприменения, взаимодействие с правоохранительными органами по защите авторских прав, самостоятельное правоприменение. А, как бы, с домашними пользователями здесь, конечно... Сложнее. Да, сложнее. Нужны большие образовательные программы. Я подумал о том, да, что домашнего пользы надо воспитывать прежде всего, да, говоря, что это ай-яй-яй, это нехорошо, рассказывать всякие интересные истории о том, да, как же ты, ну, и так далее. Ну, да. Ну, я скажу, что как там, как правообладатели, так и государство, конечно, они, ну, то есть, они проводят такого рода, как бы, кампании. Ну, видимо, недостаточные просто еще. Ну, знаете, как всегда, всегда можно говорить, там, хотелось бы больше или нужно больше, вот, но... Я думаю, отрадно, как минимум, подчеркнуть то, что хотя бы сейчас это началось в каком-то виде, еще, может быть, небольшом, что раньше, некоторое время назад, совсем малое время назад, да, мы сейчас даже с улыбкой, наверное, просто и разговоров, таких мыслей даже не было о том, что вот надо запрещать, да, какие-то вещи пиратские, потому что они на каждом шагу продавались. Да, да, но вот вы как раз хорошо отметили, что вот как раз продажи на каждом шагу пиратского ПО, да, или там вообще, в принципе, пиратской контрафактной продукции, да, вот то, что мы называем так некий, как канал распространения, да, вот ситуация с пиратством в этой области, она, там, за последние, там, 7-8 лет, она, конечно, значительно изменилась, потому что, ну, канал подчистили благодаря усилиям существенных правоохранительных органов, правообладателей, вот, и, конечно, сейчас, там, не так уж просто, там, в переходе купить то, что нужно. Совершенно верно, конечно, мы же видели, как это было, и причем я подчеркну, что 7 лет, да, о которых, Леша, вы говорите сейчас, все-таки это такой небольшой срок, мы обычно обращаем, да, наше внимание для сравнения куда-то на Запад, в Европу или Штаты, там все это занимало гораздо большее количество времени, да, для того, чтобы идти к цивилизованному рынку, мы, в любом случае, в начале пути только. Ну, да, ну, я могу, как бы, здесь у меня есть достаточно такие красивые цифры, там, в 2004 году в России, вот, уровень компьютерного пиратства, который мы меряем совместно с исследовательской группой IDC, был 87%. Да, в 87%. Да, в 2004, и вот тогда мы говорили, что Россия находится там в двадцатке самых пиратских стран в мире. То есть я подчеркну, 87% продукции было пиратской, и всего лишь 13% были официальными. Да, это как бы 87% пиратского программного обеспечения было установлено на компьютерах, вот, то есть вот здесь как бы об этом, да, речь, то есть не о предложении, да, тут скорее о спросе. И вот, допустим, последние данные, которые у нас есть за 2011 год, 63, то есть за это время удалось, ну, там, существенно снизить уровень компьютерного пиратства, и, безусловно, это не в последнюю очередь, там, благодаря активной позиции, там, правоохранительных органов, усилий государства на этом поприще, и, конечно, правообладатели, которые, собственно, проводят и проводили большое количество просветительских программ, с одной стороны, ну, и программ по легализации, вот. Хорошо, но мы, тем не менее, будем сегодня говорить в основном, да, о корпоративном праве, о корпоративном пиратстве, вот, поскольку вы в этом деле, как вы уже сказали, профессионалы. Давайте начнем вот с чего. Надо наверняка нашим слушателям, прежде всего, ну, я так понимаю, утверждение, еще раз прозвучит, выведенное в тему нашего эфира, что корпоративное, простите, пиратское программное пиратство может подставить бизнес, это очевидно. Да, да. Это очевидно. И, соответственно, надо рассказать о том, какие неприятности может компания, собственно, да, заполучить, если будет, вот, на этом деле экономить. Я так понимаю, только ведь по этой причине в основном, да, корпораты пользуются пиратскими. Ну, в прошлом году, по-моему, HeadHunter, если не ошибаюсь, на своем сайте делали, или не на сайте, ну, в общем, HeadHunter делал опрос сотрудников компаний, да, на предмет как раз вот использования нелицензионного программного обеспечения. И вот там интересно, что 44% сказали, что, ну, руководители жалеют денег, да. Ну, вот, вот, жабы, конечно, душат, поэтому, видите, они. Вот, это почти, ну, как бы, 44%. То есть это основная мотивация, и все-таки, да, народ пытается сэкономить на этом деле. Ну, да, то есть они пытаются сэкономить, читают, что... А какие варианты еще были там, помимо... Сейчас я расскажу, сейчас я расскажу, да. 33% говорили о том, что принципиально они хотят платить за то, что доступно бесплатно. То есть эта категория, знаете, как бы, получается такая категория сотрудников, да, которые считают, что, ну, в общем, ничего не произойдет, можно использовать. Ну, это, видимо, уже сила привычки, знаете, как раньше говорили. Я, там, сколько, 10 лет, да, это все дело бесплатно закачивал, тут мне почему-то предлагают за это заплатить. Я принципиально не буду, хотя, может быть, я и понимаю, что я не прав, но вот уже, знаешь, так, привык к этому делу. Леша, спасибо, мы сейчас прервемся, послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья мои, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, сегодня в студии. Алексей Черный, менеджер программы BSA в России. Мы обсуждаем тему защиты авторских прав на программное обеспечение. И сейчас более детально я провожу Алексея, чтобы он рассказал, как же пиратская программа BSA не может подставить бизнес. Хотя на первый взгляд, вот мы сейчас обсуждали эту статистику, которую Леша привел. На первый взгляд, да, большинство бизнесменов рассуждают, ну, уже, так сказать, банально, понятно и, может быть, да, с точки зрения человеческого восприятия вполне логично, да. Ну, зачем тратиться, можно же на этом сэкономить. Я же бизнесмен в конечном итоге, я должен считать деньги. И вот здесь, наверное, главный промах. Потому что на первый взгляд это, да, а на круг получается все наоборот. Сейчас я еще раз напомню, уважаемые слушатели, вы можете к нашему эфиру присоединиться, позвонив в студию по телефону 65 10 99 6, либо написать нам на сайте финам.фм, задать свои вопросы, либо, кстати, потому что у нас большинство наших слушателей это бизнесмены, поделиться и собственными примерами из жизни вы вполне можете, да, как же, может быть, случилось, что вы вот так были недальновиды. Я предположу, даже, Леша, может, кто-то позвонит и скажет, а я вот уже, там, десятый год пользуюсь, вот уже звонок пошел, смотрите. Я уже десятый год пользуюсь какой-нибудь пиратской копией и ничего. Но это все до поры до времени, я думаю. Ну, напугаем сейчас. Не, ну мы не хотим, конечно, пугать, но скорее подскажем, что нужно делать для того, чтобы этого не было. Ну давай так, прежде всего, да, мы поговорим о том, как вот эта вот самая пиратская копия может подставить, подставить. Ну, тут как бы все просто, да, то есть риски, риски, которые как бы существуют для бизнеса, там, и для руководства предприятий, они, в общем, все достаточно на слуху. Есть целая группа юридических рисков, там, уголовная ответственность, административная, гражданская. Вот, есть существенные финансовые риски, и для многих предприятий, там, для предприятий среднего, малого бизнеса, там, финансовые риски могут быть как раз, наверное, может быть, на первом месте. Да. Вот, есть целая группа так называемых репутационных рисков, и я бы сказал, что это те риски, которые, наверное, наиболее важны, наиболее принципиальны для более крупных предприятий. Вот, потому что партнеры смотрят на то, что как бы происходит с тобой, там, не дай бог, инвесторы. Да, 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 клиент пришел, а у тебя на столе, боже мой, куда я попал? Не, ну, скорее, когда клиент прочитал о том, что в компании, с которой он работает, вот, на лицензионное ПОИ, туда пришли правоохранительные органы, и у компании проблемы, могут там какие-то финансовые обязательства быть невыполнены и так далее, и так далее. Вот, это, конечно, вот, существенный риск также. Ну, риск при остановке, наверное, работы предприятия, потому что если мы говорим о проверках правоохранительных органов, да, они, конечно, действуют... Ну, то есть оказывают влияние некое, да, на продолжительность работы, да, потому что при проверке могут изыматься компьютеры, да, для исследования программного обеспечения. То есть это непосредственно процесс уже влияет, да? Конечно, ну, то есть если у вас в отделе там какого-нибудь забрали компьютер, ну, да, то работать отдел не сможет, нужно будет заменить, вот. Ну, и, соответственно, есть еще и группа, так называемых, технологических рисков. Здесь в большей степени речь идет о том, что использование лицензионного ПО, да, оно не даст доступ к необходимым обновлениям, вот, больше, ну, менее защищен компьютер и рабочие будут, да, там, к вирусным атакам, к вредоносным ПО и так далее, и так далее. Вот, но, то есть на эти риски, как правило, вот, по нашему опыту, те предприятия, с которыми мы работаем, они как бы меньше всего обращают, вот. Хотя это, это, безусловно, важные риски тоже для предприятий. Безусловно. Алеш, спасибо. Ну, собственно, список вот я для себя, по крайней мере, набросал. Сейчас мы попозже будем более детально в каждом пункте рассуждать. У нас есть звонки, давай мы начнем с этого. Значит, первый звонок у нас вот здесь, по-моему, да, Дмитрий. Алло, Дмитрий, вы меня слышите? Дмитрий. Алло, слышно меня, да? Да, Дмитрий, добрый день, вы в эфире говорите. Здравствуйте, у меня вот два маленьких вопросика. Во-первых, вот вы говорили о, как бы, убытках, да, которые несет правообладатель. Вы не могли бы вот пояснить, как рассчитываются, собственно говоря, эти убытки? Ну, допустим, вот компания в течение года использует, там, нелитензионное ПО. Это же явно не стоимость покупки этого ПО на год. Это явно значительно выше, там, допустим, инженерное какое-то. Вот. И второй маленький вопросик, насколько это вот в России действительно работают, вот эти вот все законы об авторском праве. Допустим, какая-то, в общем, компания с хорошей репутацией, допустим, государственная даже. Да. В какой-то в ней используется нелитензионное ПО. То есть, ну, в общем, достаточно, как бы, это выразить. Ну, понятно, да. Реально ли подать риск, допустим, на государственную крупную компанию, да, или это какое-то учреждение крупное, там. Понятно, Дмитрий. Понятно, Дмитрий. Спасибо, 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 Дмитрий. Ну, вот с первым вопросом, я так понимаю, как... Убытки правообладателя, как считаются? Ну, убыток, может быть, не совсем, как бы, тут корректное слово, это, скорее, знаете, недополученная прибыль. Потому что, ну... То есть, тут конкретно сложно, да, эту циферку? Ну, то есть, нет, убытки, опять же, ну, если в компании, там, 100 мест, 10 лицензионных копий, да, и 90 нелицензионных, ну, можно предположить, что, если компания действительно хочет содержать 100 инженеров, им ей нужно содержать 100 инженеров, то вот 90, да, она, ну, как бы, она должна закупить, потому что они работать должны. Вот, понятное дело, что, там, в реальности, возможно, если нужно будет закупать это всё ПО, они расскажут, что нам не нужно, там, 100 инженеров, мы будем 90 содержать. Но, тем не менее, вот, в отношении, как раз, корпоративных пользователей это более-менее считается, да. То есть, скорее, не убыток, да, вот, недополученная прибыль. По поводу того, как это работает в России, я так скажу, что, вот, в отношении предприятий это работает. Проводятся проверки и правоохранительных органов самостоятельно, да, в рамках оперативно-розыскной деятельности. Правообладатели сами могут инициировать проверки, да, написав заявление в правоохранительные органы, либо, наоборот, там, в рамках такой, есть инструмента гражданских проверок, да, прийти в суд и попросить обеспечительные меры. Насколько реально подать иск против крупного предприятия? Ну, тут, знаете, у нас, конечно, в нашем опыте есть примеры нескольких предприятий, которые достаточно были, ну, на слуху. Вот, на слуху, три года или четыре года назад была как раз проверка в офисе вот международной компании технологической. В этом году закончилось дело с одной из краснодарских компаний, достаточно крупный системный интегратор. Я, как бы, не могу сказать, то есть это все очень индивидуально зависит. Другое дело, что важно отметить, что, как правило, на крупных предприятиях в той или иной мере есть процедуры, позволяющие внутренним менеджерам отслеживать использование программного обеспечения компаний, стараются, как бы, следить за этим. Вот, то есть я не скажу, что это не проблема крупных предприятий, это проблема тоже и крупных предприятий, но, тем не менее, там, как правило, это, скорее, вопрос бизнес-процессов. Вот, нежели такого, как бы, гульного использования нелицитированного пола. Ну, понятно, ну, то есть это обычная проблема любой крупной компании, да, потому что там вертикаль, вот, да, линия достаточно большая, пока там от головы до хвоста дойдет информация, да, что там промежутки в этом случится, да, сложно проследить просто. Да, ну, и тут, знаете, что еще важно отметить, что, вот, если, опять же, там, вот, приводим какие-то такие ретроспективные примеры, там, если 7 лет назад можно было ткнуть пальцем в небо, и мы, Попадаем в компанию, где полностью нелицензионный, то сейчас, и, в принципе, это, наверное, один из таких самых типичных случаев, это ситуация недолицензирования. И, если, опять же, в предприятиях, там, среднего, малого бизнеса, это, ну, либо незнание, там, руководство, либо такое наплевательское отношение, то в крупных компаниях это, как правило, ну, просто бюрократические сложности, да, и, ну, то есть процесс как бы развивается, процесс двигается. Компания, ну, здесь есть, они идут иногда на некоторые, как бы, хитрости. Купили одну лицензию, вроде теперь все лицензионное, никто нас не тронет. Хитрюги. Так, смотрите, друзья мои, уважаемые слушатели, вам прежде всего, и персонально Руслану, и Арсению, которые сейчас дозвонились до нас, и в ожидании пока на линии, значит, я хочу вас попросить, во-первых, да, подождать еще, к сожалению, у нас, ну, не к сожалению, конечно, да, мы вынуждены будем сейчас прерваться, у нас рубрика вне времени, буквально через 10 секунд. Поэтому вы дождитесь, мы сразу после этой паузы с вами пообщаемся. Ну, и напоминаю, мы говорим сегодня о защите авторских прав на программное обеспечение. Итак, внимание, рубрика вне времени, потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем бизнес-класс на Финам.фм, говорим сегодня на тему защиты авторских прав на программное обеспечение. В гостях Алексей Черный, менеджер программы BSA в России. И утомленные наши слушатели, давайте начнем с разговора с ними. Итак, дозвонился до нас Руслан. Руслан, день добрый, вы в эфире говорите, спасибо за ожидание. Добрый день, здравствуйте. Добрый. Здравствуйте. Я являюсь, как бы, активным пользователем компьютера, еще начинаю с 386-х машин. Здорово, ох ты, боже мой. Все, да, 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 да. Вот, практически все это время я всегда пользовался пиратскими, соответственно, продуктами. Недавно, где-то года два-три назад, соответственно, перешел уже на нормальные продукты, лицензионные. У меня, получается, стоит дома компьютер, и я являюсь, как бы, ну, скажем так, владельцем маленькой компании, в которой, естественно, есть тоже какие-то персональные компьютеры, в персональных местах, ну, порядка 50. Соответственно, в бизнесе тоже все перевел на нормальный продукт, лицензионный. Разница между пиратским и лицензионным только в том, что пиратский продукт выпадает раз в год, его надо переставлять. И первое, это боязнь, как бы, потерять информацию, необходимую для бизнеса. Это единственный момент, который, как бы, скажем так, сыграл решающую роль перейти на лицензию. — Подожди, Руслан, а не было еще второго момента, я имею в виду, денежного? Они что, и стоят одинаково примерно? — Нет, ну, понятно, пиратский стоит намного дешевле. Ты покупаешь один диск и ставишь, вот, допустим, все подряд. Но единственное, конечно, это страх потерять информацию. Информация та, что необходимо для того, чтобы бизнес дальше продолжал. — То есть в конечном итоге, да, здравый смысл заболевал. Это, кстати, Леш, из нашего списка, это технологические риски. — Да, да, ну, то есть это то, что, как бы, мы так... — По поводу, как бы, использования в домашних условиях, здесь чуть-чуть получается некая лукавка между производителями программного продукта и производителями компьютеров. То есть если я дома, ну, допустим, использую свой компьютер для игр, соответственно, игрушки требуют нового аппаратного обеспечения, новое аппаратное обеспечение требует, естественно, нового программного продукта. — Здорово. — То есть друг за другом они идут, ну, и, естественно, как бы, минус любого программного продукта, продукт на сегодняшний момент — это его цена. — Угу. — По которому они поставляются на наш рынок, я считаю, это очень дорого. Для среднестатистического человека, который, ну, скажем так, имеет средний доход, это дорого. — Ну, то есть мысль... Руслан, извините, просто времени у нас не так много. Мысль какая, что с точки зрения вот частного пользователя, да, он поставлен в некие, да, неудобные условия и вынужден в конечном итоге идти к пирату, правильно? — Да, конечно, конечно, да. Пользовался пиратами кофе. — Я понял. Я понял. Спасибо вам за звонок, спасибо за вашу... — Да, вам спасибо. — Спасибо. — Спасибо вам, спасибо, Руслан. — Леш, и сразу давай у нас еще Арсений на линии, сразу выслушаем его, потом прокомментируем и Руслана, и ответим на вопрос. Арсений, спасибо за ожидание, день добрый, говорите. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Я хочу, на самом деле, поддержать Руслана, потому что пользователи вынуждают пользоваться программным обеспечением, и зачастую это связано, во-первых, с тем, что производитель программного обеспечения абсолютно не несет никакой гарантии за продукт, который он продал, хотя деньги требуют абсолютно реальные. Это раз. Во-вторых, ну, если взять программное обеспечение маломальской крупной конторы, то требуется, кроме техников, еще и юрист, который будет разбираться в этом лицензионном соглашении, которое доставлено так, что зачастую даже сотрудники собственной компании не понимают, о чем идет речь. — Здорово, здорово. — Так. — Ну, это можно на самом деле продолжать, но меня интересуют вот эти два вопроса. — Понятно. — Понимаете, с точки зрения любого бизнесмена, если он платит деньги, он хочет получить за эти деньги продукт. А если производитель продукта не несет никакой ответственности за него, в чем разница между ним и пиратом? — Арсений, спасибо. Спасибо огромное за звонок. Спасибо, что дождались нас на линии. Ну, Алексей, предлагаю как раз со второго вопроса. — Второго, да, мы пополним. — Арсений, да. Я так услышал даже крик души в его вопросе. — Ну, по поводу ответственности. Знаете, на самом деле тут как, вот чем принципиально легальный рынок, да, программного обеспечения отличается как бы от нелегального, потому что тоже своеобразный такой как бы рынок. Это тем, что вот когда пользователь предприятия покупает легальное программное обеспечение, да, то есть оно покупает там у авторизованных дистрибуторов, авторизованные реселлеры. Есть какие-то сложные IT-решения, да, это, как правило, некий там системный интегратор-консультант, который помогает, во-первых, это как бы все внедрить, установить, ну и плюс, на самом деле вот гарантия правообладателя, она не ограничивается, но она отчасти состоит в том, что компания и пользователь получают все обновления, которые выходят, он получает техническую поддержку. Можно говорить, что там в какую-то службу можно дозвониться, в какую-то нельзя, но тем не менее у тебя есть возможность это сделать, потому что если у тебя не лицензионная попасть... — У тебя и возможность. — У тебя, ну, то есть ты позвонить можешь, но там тебе как бы не помогут, вот. То есть, да, Арсений очень важно отметил, что по-хорошему, по-хорошему предприятия, которые используют там большое количество разнообразного программного обеспечения, им помимо IT-человека, ну, нужна хорошая как бы там юридическая служба, хотя, ну, то есть есть специалисты в области лицензирования или так называемые сам-специалисты, которые занимаются управлением программного обеспечения на предприятии. И чем больше предприятия, тем выше риск, и тем, соответственно, они больше мотивированы как бы нанять человека, который, ну, будет разбираться и в программном обеспечении, и в технической части, и знать юридическую сторону. Вот, на самом деле, как бы там, ну, наверное, не нужно знать детали всего лицензионного соглашения, да, важно как бы, ну, там, понимать какие-то простые элементы. Ну, видишь, Арсений говорил о том, что, на его взгляд, очень часто и люди-то сами не особенно понимают, что они-то за соглашение пишут, и уж не говоря о том, что непонятно те, кто читает его. То есть, смотри, я опять к рискам, если возвращаться, я так понимаю, что вот это альтернатива, да, соглашаюсь на лицензионное ПО, забываю о пиратском, по какой причине? И вот риск здесь добавляется, помимо того, что я, значит, переплачиваю уже, да, еще, оказывается, у меня нет особо гарантий по поводу того, что за это кто-то ответит, да, и это еще усложняет внедрение на моем предприятии программного обеспечения лицензионным, потому что еще одна статья расхода добавляется, это тот самый специалист, которого либо я должен найти, нанять на работу, либо обратиться, может, там, к какому-то консультанту. Ну да, ну тут, знаете, вот Руслан очень, вот предыдущий слушатель, который звонил, он важно отметил, что боязнь потерять данные, да, вот даже вот, видите, у предприятия, где всего 5-10 компьютеров, даже вот там вот этот риск боязни потерять данные, он достаточно высокий, что мотивирует компанию на покупку лицензионного ПО. Но при этом, конечно, Руслан отмечает, что там приходилось переустанавливать всего лишь раз в год. А вот теперь представьте, что у вас не 5-10, а 500 компьютеров хотя бы, да, я уже не говорю там про 5 тысяч. Вот, если вот происходит в компании с такими масштабами. Понятное дело, вот, ну... Ну то есть можно сказать, что вот этот риск, да, он настолько глобален, что он затмевает все остальное. Я готов пойти и на слабые гарантии, и на привлечение дополнительной рабочей силы в лице юриста, еще на какие-то вещи, потому что я боюсь потерять данные, вот это главное. Я бы, мне кажется, знаете так, что, то есть, во-первых, нету отсутствия гарантии. Гарантия все-таки с лицензионным ПО... Нет, я не говорю о отсутствии, да. ...е больше, чем с нелицензионным ПО. Ну да, то есть как бы мы там 0 имеем и единичку, вот, или там 0 и 10. Вот, по поводу все-таки наличия дополнительных кадров или нет, я не хочу, чтобы сложилось впечатление, что если ты покупаешь лицензионное ПО, тебе нужен дополнительный персонал, да нет. На самом деле, если в компании, ну, просто есть такой, как, знаете, элементарный порядок. Вот ты купил лицензионное ПО, ты положил, как бы, все чеки, да, ты положил лицензии, ты все сложил там в шкафчик, да, вот как у тебя есть по персоналу, да, там, информация, договоры с каждым, да, как по бухгалтерии, как по аренде офиса, там, по всему. Если есть порядок на предприятии, то вот дополнительный юрист, он, как бы, не нужен. Правоохранительные органы придут, ты им покажешь, что у тебя все есть, они уйдут. Вот, а если вот, как бы, тут об этом речь идет. Я понял, я понял. Хорошо, хорошо. Так, значит, Алексей, давайте дальше мы пойдем вот каким путем. Еще раз вернемся, если можно более детально поговорим о рисках, еще раз повторю, у нас есть, я, по крайней мере, записывал за Лешей, у меня список из пяти пунктов. Значит, риск уголовного преследования, финансовый риск, репутационный риск, риск при остановке деятельности и технологические риски. Вот об этом у нас три минутки с небольшой до следующих новостей. А потом, естественно, если мы не успеем, продолжим уже после новостей и будем, Алексей будет давать, собственно, рекомендации, да, как же надо поступать бизнесмену, чтобы не подставить свой бизнес. Ну, давай с рисков. Ну, вот про технологические мы буквально, отвечая на вопросы предыдущих слушателей, да, мы так осветили, да, обсудили. Что касается юридических рисков, ну, тут, безусловно, есть вот уголовная ответственность, в принципе, согласно российскому законодательству по ней, то есть предполагает лишение свободы на срок до шести лет, по делам вот нашей, как бы, категории, да, по делам о незаконном использовании в компании, как правило, выносится условный срок. То есть это ты сейчас успокоил, да, слушателей? Ну, я не думаю, знаете, как бы условный срок, ну, то есть, конечно... Ну, что ты начал с того, что, да, по законодательству до шести лет лишения свободы, ну, вы, ребята, не переживайте, как правило, условно. Не, ну, то есть, понимаете, условный срок, это тоже, как, собственно, ничего, как бы замечательного. Ну, я шучу, да, черный лук. Хорошо. И, безусловно, всегда, когда компания использует нелицензионное ПО, там, вне зависимости, да, о том, как проходит уголовное судопроизводство, правообладатели, как раз, как правило, подают иск в арбитражный суд для взыскания компенсаций. То есть помимо уголовного преследования еще, да, у тебя возникает... Да, у тебя возникает, как бы, ответственность... Финансовая ответственность. Перед правообладателями, правообладатели подают иск, там, до пяти миллионов, либо двойная компенсация, да, от ущерба, который был обнаружен при проверке. И, соответственно, тут же наступает, как бы, так называемый финансовый риск. То есть если вот, ну, как бы, элементарную калькуляцию провести, да, там, 100 ПК, допустим, 100 тысяч рублей. Ну, нет, 100 тысяч рублей плохой, миллион рублей, чтобы сразу у нас как раз деяние было такое большое. И вот вы использовали, допустим, нелицензионное ПО на миллион рублей. Правообладатель может подать иск в арбитражный суд и попросить компенсацию 2 миллиона. Понятное дело, что компании, которые нужно использовать, ей нужно еще легализоваться, то есть если они хотят, как бы, использовать программное обеспечение. То есть получается, они, как бы, платят раз за легализацию и еще выплачивают двойную компенсацию. То есть в три раза. Да, то есть, ну, понятное дело, поймают, не поймают, а с другой стороны, тут можно, как бы, в три раза заплатить. Либо, если ты используешь лицензионный, ты сразу платишь, вот, ну, как бы, единошную стоимость. Это, вот, собственно, вот, юридические, да, и, как бы, финансовые риски. Репутационные. Ну, опять же, мы про них коротко сказали. Я так, тут важно отметить, что для существенной категории предприятий крупных, особенно если компания с большим именем, не дай бог, еще работает с иностранными партнерами. Это, как бы, это один из самых существенных рисков. Вот в нашей, как бы, практике есть ситуация, когда компании сразу все, как бы, выплачивали, все компенсации, и они очень, как раз, опасались того, что... Об этом узнают. Об этом узнают. Да, это проблема. Спасибо, Алексей. Значит, еще раз прервемся. Новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну, что ж, друзья мои, продолжим. Последняя часть нашего эфира осталась. Мы говорим сегодня о защите авторских прав на программное обеспечение. Ну, и напоминаю, как пиратское программное обеспечение может подставить бизнес. Об этом рассказывает мой гость Алексей Черный, менеджер программы BSA в России. Я напомню и вам, уважаемые слушатели, телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Вы можете еще в эти оставшиеся 12 минут успеть задать Алексею вопрос, тем более, что тема-то такая, я бы сказал, актуальная, да, о корпоративном, прежде всего, секторе мы говорим. Ну, и продолжим. Значит, у нас осталось более детально обсудить еще несколько рисков, связанные с использованием нелицензионного программного обеспечения. Ну, и потом я попрошу вновь Алексея, чтобы он рекомендации дал, как правильно все же быть, как правильно поступить. Итак, Леша, давай, значит, у нас осталось что? Риск репутационный, ну, понятно здесь, с чем это связано, да? Ну, я могу, конечно, рассказывать про примеры, вот. Другое дело, что, мне кажется, те компании, про которые мы уже рассказывали, они уже, как сказать, своего, уже про себя услышали, но, опять же, для больших предприятий это существенный риск. Я бы сказал, это, наверное, самый принципиальный. И он, особенно для компаний публичных, которые там либо выходят на рынки капитала, либо вообще они как бы на них присутствуют, это вот такие как бы неприятные вещи, потому что это напрямую влияет на капитализацию компании, на отношения инвесторов. Вот. Риск, про который мы еще не сказали, риск приостановки деятельности, но это такой, знаете, как бы риск, он который есть, когда приходят правоохранительные органы и изымают компьютеры, да, вот у тебя там, ну, страдает работа, то есть у тебя отделы, либо там вся компания, если компания маленькая, может прям простаивать. Понятное дело, когда там у нас высокая конкуренция между бизнесом, там, сроки поджимают, работа висит, у тебя забрали твои, там, компьютеры, твои средства производства, да, то, с чего мы начинали, собственно, говорить. Ну, вот, конечно, тебе работать сложно, и ты начинаешь думать, надо было, наверное, сразу воспринимать, собственно говоря, программное обеспечение, да, как средство производства. Что будет, опять же, у наших слушателей, наверное, не сложилось впечатление, что, вот, там, мы говорим о средствах производства, да, а мы думаем, там, об операционной системе только, или каких-то там об офисных продуктах, но, да, как бы программа обеспечения же, безусловно, этим не ограничится. Есть тяжелые инженерные пакеты, сапровские решения и высокой стоимости, которые, безусловно, не идут предустановленные на компьютер, вот, и, понятное делать, там, есть, существует предприятие, для которых это, в принципе, их хлеб, да, делать продукты и решения, да, используя это, это программное обеспечение. Конечно, вот, в таких случаях это, вот, очевидно, что это средство производства, хотя мы понимаем, что даже, там, любые офисные продукты, да, там, от таблиц, до каких-то редакторов, это все равно тоже самое средство производства. Совершенно верно. Вот, собственно, вот здесь, да, риск вот такой, как бы, приостановки бизнеса. И, понятное дело, ну, для разных предприятий, для предприятий разного, там, размера, может быть, приоритизация этих рисков абсолютно, как бы, разная, но они, как бы, для всех есть, вот, для них для всех есть. Ну, о технологическом мы говорили уже, да, мы не будем повторяться тогда, технологически, понятно, с чем связано, вот, и наши слушатели примеры проводили, да, что надо переустанавливать раз в год как минимум, ну, и, соответственно, обновления какие-то, вирусы и так далее и тому подобное. Ну, и, ну, и, да, кульминация нашего сегодняшнего эфира. Что делать? Что делать? Что делать? Как быть? Давай. Ну, что делать, да, что делать предприятиям? Я думаю, то есть, самый, вот, самый простой совет, это навести порядок, вот, навести порядок в лицензиях. Вот, воспринимать программное обеспечение как актив, да, вот, как только ты начинаешь так думать, да, ты сразу, как бы, будет такое естественное желание привести все к необходимой, как бы кондиции, вот, держать документы на программное обеспечение, да, там, вместе, там, вместе с бухгалтерскими документами, там, с другими документами, вот, в идеале, конечно, иметь человека, который у тебя вообще, в принципе, отвечает за программное обеспечение или, там, за IT-системы, потому что есть предприятия, у которых, там, даже системы администратора нет, вот. Это мелкие предприятия, видимо. Это мелкие предприятия, да. Если это крупные предприятия, то выделение человека, который будет заниматься, так называемым, управлением программными активами, вот, то, что называется Software Asset Management. В принципе, это как некая, как бы, бизнес-практика, да, на этой даже есть стандарты иссошные, это такие бизнес-процессы, отрегулированные в компании, когда ты на первом этапе решаешь вопрос с лицензированием, но, в принципе, ты можешь уже, у тебя программное обеспечение, оно выступает как, как бы, часть бизнес-процессов, проходящих в организации, и ты можешь, собственно, долгосрочно планировать и на, там, на расширение бизнеса, на сокращение бизнеса, получать какие-то дополнительные, как бы, скидки со стороны, как бы, правообладателей, и, в принципе, заниматься, как бы, оптимизацией, вот. Более того, ну, как сказать, в конечном, в конечном счете, да, у тебя, у тебя должно, твои, как бы, твои эти системы, твои, там, твои, там, твои программные обеспечения, оно должно участвовать в некое, как бы, создании добавленной стоимости в целом компании, вот, потому что, в принципе, ну, я думаю, у вас здесь много было гостей из IT-мира, которые, как бы, рассказывают, как там IT влияет на бизнес, вот, и, вот, допустим, программное обеспечение, да, это решение лицензионного вопроса, это самый, такой, как бы, самый первый этап, да, и вот... Это связано и с тем, что мы живем в 21 веке, да, и высокие технологии сейчас в любой сфере бизнеса. Ну, да, ну, как бы, да, да, вот, мне кажется, даже сейчас, нет, безусловно, тут, тут не поспоришь. И, соответственно, внедрение, вот, такой, как бы, практики, да, управления программными активами на постоянной основе, это, как, знаете, как управление персоналом, вот, ну, всех, никто не задается вопросом, зачем нам нужен HR-директор, там, или HR-менеджер, вот. То же самое, как бы, с программным обеспечением, потому что, да, там, амортизация происходит, то есть некий, некий человек, который ответственен за это. Вот, но, понимаете, вот тот же самый Software Asset Management, это некая, как такая, это порядок для больших предприятий, да, то есть если для среднего малого бизнеса достаточно просто вести учет, вот. Причем этот учет может сам руководитель, да? Ну, если это предприятие, вот, 5-10 человек, я думаю, вот, Руслан, который звонил, он, в принципе, этот учет может вести самостоятельно, это несложно, конечно, конечно. Для более крупных предприятий, понятно, нужно там, вполне, выводить единицу дополнительно, вот. Ну, и использовать лицензионное программное обеспечение, вот. В принципе, это решит многие проблемы. Но, опять же, да, тут можно опять его использовать бездумно, и если это крупное предприятие, то получается, знаете, так, ситуации, как бы, перелицензирования, мы, в принципе, с такими периодически сталкиваемся. Серьезно, а как это выглядит, перелицензирование? Ну, это, знаете, когда географически такое распределенное предприятие, несколько филиалов в разных регионах России, каждый филиал начинает самостоятельно закупать, еще закупает, допустим, какие-то коробочные решения непосредственно в магазинах. В итоге у всех, вот, у разных офисов есть свои закупки, вот. А при этом, если бы это же самое предприятие, да, делало это централизованно, регулярно, да, то они могли бы там сэкономить до 20-30%, может быть, еще больше, да, там, конечно, это зависит от объемов и потребностей. Но вот такая, как бы, забавная ситуация, она периодически случается, вот. То есть не только неделицензирование, но и перелицензирование. И чтобы вот этого не было, да, этой экономии, здесь важен вот такой учет и контроль используемого программного обеспечения. То есть это может давать некий, даже, дивиденды, вот, экономить. Эффект, некий дополнительный эффект, да? Да, да. Экономический. Ну, это для предприятий. А ты хотел добавить для частных лиц? Да, частным лицам, частным лицам тоже я советую использовать лицензионное ПО, вот, потому что это, знаете, как, это просто вот формирование культуры потребления интеллектуальной собственности, вот. Знаете, как в школе мы все, может быть, списывали, но все понимали, что это не очень хорошее... Ну, да, ну, да. Все списывали, а потом домой приходили и мучились. Мучились по этому поводу. Так, смотри, у нас осталось пару минуточек буквально. Мы говорим сегодня, да, о лицензионном программном обеспечении, ну, по крайней мере, вспоминали неоднократно проблему пиратства в России, хотя очевидно, что эта проблема, да, уже назрела, и с нею борется и на государственном уровне, да, и на локальных уровнях. Вот, если можно, Леш, скажи, на твой взгляд, по крайней мере, на что нужно обращать больше внимания, чтобы эта проблема, ну, как минимум, там, еще сколько там, семь лет позади, да, у нас, ну, еще лет пять хотя бы, да, и исчезла вовсе. Ну, наверное, сложно представить себе ситуацию с абсолютным отсутствием, да, компьютерной операции. То есть, в принципе, такое невозможно. Да, ну, это абсолютно не значит, что с этим не надо бороться, да, то есть в России там 63, в США 20, там, в Индии тоже 63, а на Украине 84, допустим, уровень компьютерной операции. А что нужно делать? Ну, опять, здесь можно так разделить, три, наверное, формула будет проста. Это просвещение, да, некое такое информирование общественности, как частных пользователей, так и корпоративных, и тех, и других учить формировать культуру потребления интеллектуальной собственности, учить правильному использованию, и так далее, и так далее. Это должное правоприменение, это дает постоянный уровень защиты авторских прав, особенно в корпоративном секторе, потому что вот если посмотреть на прогресс России, который уникален на мировой картине, то не в последнюю очередь это как раз благодаря усилиям правоохранительных органов. И в целом, да, это совершенствование, там, законодательство с учетом развития технологий и инноваций. Ну, здесь у нас как бы все в порядке. Все в порядке. Ну и хорошо. Всегда приятно слышать, что у нас все в порядке. Я напоминаю, уважаемые слушатели, сегодня в студии Алексей Черный, менеджер программы BSA в России. Мы говорили о защите авторских прав. Спасибо, Леша, спасибо слушателям за внимание. Всего хорошего, успехов в бизнесе. Экспертная.